МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привычка вредная для здоровья и кошелька. На какие штрафы накурили нарушители антитабачного закона в Чувашии? Будьте здоровы! Где в Чувашии работают передвижные медицинские комплексы? На заседании правительства Чувашии сегодня рассмотрели ряд вопросов, продиктованных экономической ситуацией. При этом речь идет как о росте некоторых цен, так и об увеличении государственной поддержки. Государственная служба по тарифам проанализировала расчеты перевозчиков, пассажиров и грузов и вынуждена была согласиться. Последние работают в убыток. Стоимость проезда в транспорте не менялась уже два года. Предлагается отведить тарифы на перевозки пассажиров в городском сообщении на автобусах категории М3, то есть на действующем уровне. То есть на категории М3 тарифы сохраняются. Для категории М2 с учетом предложений и обосновывающих материалов частных перевозчиков увеличивается тариф на 4 рубля. Иными словами, поездка в троллейбусе будет стоить 15 рублей, в маршрутке по городу – 20, до Новочебоксарска – 23. В автобусе останется прежний – 16 рублей. Мера непопулярная, но необходимая. Предлагаемые новые тарифы укладываются в рамки инфляции 2014-2015 года. Кроме того, если пассажир расплачивается электронной транспортной картой, проезд во всех трех видах транспорта на рубль дешевле. Минсельхоз Чувашия разработал комплекс организационных мер по закупке техники, удобрений, горюче-смазочных материалов, запасных частей и семян для успешного проведения весенней поясенной кампании. Кроме того, на поддержку животноводства и элитного семеноводства предусмотрено более 110 миллионов рублей субсидий из республиканского бюджета. Подробнее об этом и многом другом в информационном выпуске «Республика» сегодня в 20.00. «Мы строили, строили и, наконец, построили». Эту цитату из мультфильма любят повторять хозяева квартир дома по улице Эльгера. Участники долевого строительства больше не чувствуют себя обманутыми, но для этого потребовалось множество усилий со стороны властей, республики строителей и самих владельцев жилья. Елена Молодцова свою новую квартиру показывает с удовольствием. Три комнаты, большая кухня, здесь будет родительская, спальня здесь детская. Ремонт – дело хлопотное, но пыль и грязь Елену только радует. Этого момента ее семья и соседи ждали долгих семь лет. Волжский Платинум в 2008 году начала строить фирма «Сарет», которая входила в группу компаний «Сава» и разделила с ними участь, весьма печальную для всех партнеров, клиентов и участников долевого строительства. Потом объект достался еще одной фирме, побывал в конкурсном управлении и, наконец, был передан ГУКСу. Пройти за это время пришлось через многое. Иногда у людей откровенно опускались руки. В 2009 году, когда начали все это, конечно, глухая стена была, очень глухая. Прям отчаяние было великое. У людей вообще все руки отпускались. И ездили мы в приемную Путина, в приемную Медведева. И днем и ночью ходили в Минстрой. И в конец 2012 года пошло прям активное строительство. Все решаться стало, как-то вопросы все решаться стали. В 2012 году глава Чуваши Михаил Игнатьев взял проблемы обманутых дольщиков под личный контроль. Власти не только сделали шаг навстречу людям, потерявшим всякую надежду, но и разделили с ними финансовое бремя. Из бюджета были заложены средства. Скажем, в 2014 году мы потратили порядка 3,6 миллионов рублей на погашение процентной ставки по кредитам, которые застройщики берут на завершение этих объектов. Это специальная строка в бюджете заложена. Она так и называется. Погашение кредитной ставки по выгодным кредитам для решения проблем обманутых дольщиков. Итогом всех материальных и моральных вложений стал вполне убедительный результат. Из 9 проблемных долгостроев и почти 600 обманутых дольщиков на сегодня остались 2 объекта и 161 человек. По планам, графикам строительства, эти 2 объекта мы планируем, что они будут достроены до конца этого года. Таким образом, проблема обманутых дольщиков Чуваши до конца этого года должна быть решена. Лучшее доказательство, что обманутые дольщики окончательно уверились в счастливом окончании своей эпопеи, появится в семье Молодцовых буквально на днях, в начале марта. И хотя ремонт к тому моменту закончить не успеют, это пустяки. Главное, что старший брат совершенно точно знает, куда поставит кровать Дениски. А здесь рабочий стол и пиалина. Выездные медицинские комплексы стали уже привычным явлением в районах Чуваши. Так, сообщество врачей и медсестер заботится о нашем здоровье. Наша съемочная группа посмотрела, как проходит профилактический осмотр в полевых условиях. Уже несколько дней маммографический комплекс работает в Чебоксарском районе. График мобильной группы построен так, что обследования могут пройти как работающие, так и неработающие женщины. Снимочек уже готов левой груди. Это под углом 45 градусов. Сейчас просмотрим правую. Своими силами мы привозим сюда, соответственно, женщин для проведения маммографии. В дальнейшем, после окончания описания снимков, результаты поступят руководителю сельской врачебной амбулатории, которая уже в дальнейшем раздаст эти результаты женщинам. Если в ходе обследования выявится онкологическое заболевание, естественно, они все будут взяты на диспансерный учет и будут проходить соответствующее лечение. Проживающие в районах женщины уже смогли оценить удобство обследования в таких комплексах. Ведь себя трудно заставить выехать на обследование в город. На скотину надо раз напоить, раз накормить. Опять 12 часов. Опять напоить, опять накормить. Опять 3 часа. Опять водички надо давать. Комбикорм надо давать. Сену надо давать. Потом надо поселить. Потом надо закрыть. Все. И детей. Потом сосадик надо еще прибежать. Суп надо сварить. Автобус – это очень удобно для нас. Только во дворе работали. Сказали, вот так Марсина приехала, маммографию проверять. Мы уже с радостью прибежали, даже полтоса не прошло. По статистике в республике рак молочной железы стоит на третьем месте среди онкозаболеваний. Поэтому такие обследования имеют значительный профилактический эффект. Ведь болезнь можно выявить на ранней стадии и назначить своевременное лечение. Именно передвижной маммографический комплекс, он призван к тому, что доедет до каждой женщины, доедет до каждого рабочего места, до пожилой женщины, до молодой женщины. То есть приедет непосредственно, у женщины это займет максимум полчаса. То есть не отходя фактически от рабочего места. Кроме передвижного маммографического комплекса в селы и деревни выезжают другие мобильные комплексы. Диагностические, для проведения диспансеризации и флюорографы. И все это ради того, чтобы предупредить о развитии серьезных заболеваний у жителей республики. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Ну а теперь о тех, кто о здоровье, судя по всему, не задумывается. Накурили на 167 тысяч рублей. Такую сумму в Чувашии за год взыскали в виде штрафов с нарушителей антитабачного закона. Всего накурильщиков, которые нарушили закон, составили 588 административных протоколов. Из них 8 за вовлечение в процесс потребления табака несовершеннолетних. Общая сумма наложенных штрафов 259 тысяч рублей. Из них уже взыскали 167. Такие цифры приводит Минздрав в соцразвитие Чувашии. Напомним, антитабачный закон вступил в силу 1 июля 2013 года. Согласно нему, курить запрещаются на территории учебных заведений, больниц, на детских площадках, пляжах, стадионах, в кафе, барах, ресторанах и других местах. Также на всех видах общественного транспорта. В Чебоксарах сотрудник полиции и его сообщник подозреваются в покушении на мошенничество. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и 26-летнего жителя города Чебоксара. Они подозреваются в покушении на мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, с октября 2014 по 19 февраля текущего года подозреваемые в ходе нескольких встреч на территории столицы республики убедили местного жителя передать им 1 миллион рублей за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности за якобы совершенное им мошенничество. После получения 100 тысяч рублей из ранее оговоренной суммы сообщникам полицейского, их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. У вас имеются какие-либо предметы в автомобиле, предметы, деньги, также предметы изъятые обороты или из оборота ограниченные в обороте. Если документы какие-либо или деньги имеются, предлагаем вам их добровольно выдать. Откуда достали? Вы сейчас откуда достали их? Из-за дюкармана. Сумма какая? Не считал. Улетал? Неизвестно. Ясно, понятно. Говорит, что 100 тысяч рублей. В настоящее время сотрудник полиции задержан и находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. В случае, если вина будет доказана, им может грозить до 6 лет лишения свободы. Екатерина Кудряшова, Республика. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так, в одной из деревень Ядринского района после проверки Роспотребнадзора чуть было не закрыли детский садик. А в результате на его ремонт выделили столько денег, что он теперь почти как новый. Немного истории. Зданию почти 50 лет, но туда водили детей из многих соседних деревень. Его закрытие стало бы серьезной проблемой для родителей. Но все прекрасно понимали, что рано или поздно это может случиться. Здание не соответствовало требованиям Санпина. Здесь уже давно требовался капитальный ремонт. В прошлом году, в феврале месяце, к нам пришла проверка, была плановая проверка Роспотребнадзора, территориальное управление Роспотребнадзора. И у нас здание уже, потому что оно 63-го года постройки, здание ветхое было, но внутренне требовался капитальный ремонт. Полы там где-то шатались было, и площади не хватало. В садике «Лесная сказка» функционирует одна разновозрастная группа. Дочки Игоря Овчинникова тоже воспитанницы этого дошкольного учреждения. Поэтому он, как и другие родители, был очень обеспокоен тем, что садик собираются закрыть. Вместе посообща, написать письмо главе республики. В результате вот прошло. Меня одобрили, приняли, и я поехал с таким вопросом, чтобы не закрывали и выделили какую-то финансовую помощь на реконструкцию, на ремонт. В результате чего, получается, съездил нормально, отлично. Вот весь результат. Нам выделили миллион 119 тысяч рублей. Мы сразу же взялись за дело. Отремонтирован капитально пол, заменены лаги, заменены также оконные рамы, переоборудован пищеблок, приобретена новая плита электрическая, проведена также новая канализация. Так садик удалось сохранить. И не просто сохранить, а сделать пребывание в нем детей еще более комфортным. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. Футбольный матч, хоккейные турниры и волейбольные соревнования. Этой зимой Комсомольский район бьет все рекорды по количеству спортивно-массовых мероприятий. Наша съемочная группа побывала в полевосундирском сельском поселении и узнала, чему посвящены спортивные турниры. Ежегодный турнир по мини-футболу в деревне Полевой Сундырь посвящен памяти Ивана Быкова. Молодой парень, которому еще не было и 27, погиб во время чеченской кампании. В родной деревне его вспоминают как сильного духом и мудрого непогодам юношу. В осенний призыв, 93-й год, ушел в армию. Ваня после меня через три месяца, в марте примерно вот так, призывался. И вот я в Пскове служил, Ваня в Самаре. Сперва не знали, что Чечня служит. Там воюют просто от писем от родителей. Узнали. Потом сказали, что Ваня без вести пропал. Известия насчет Вани ничего не было. Через три года родителям сказали, что в Ростове-на-Дону, в морге. Вот потом пригласили. В тот же год Григорий решил, что памяти героя будет жить вечно. Футбольный турнир в честь Ивана Быкова проводится уже 16-й год подряд. Это уважение, наверное, своих бывших друзей, товарищей. Поэтому-то я считаю, такие турниры, это везде надо возобновить. Участвуют где-то уже 8-9, даже иногда 10 команд. С утра до вечера уже на двух футбольных полях на мини-футболах играют. Ну и после этого все равно в чаепитии, там, вспоминания о молодости. Еще один турнир, но уже хоккейный, состоялся в деревне Нюргича. Он был посвящен памяти воинов-интернационалистов. А в спортивном зале Нюргичинской общепризывательной школы в это время развернулась нешуточная борьба за победу в волейболе среди женщин. Турнир посвящен памяти героя Советского Союза, который родился в нашей деревне, Георгия Николаевича Чернова. Девочки, мальчики у нас очень любят спорт. Они с малых классов, с первых классов любят кататься на лыжах, бегать, волейболом. Вот на каждой перемене маленькие дети, забегая в спортзал, я им даю волейбольные мячи, а они вот с малых лет приучаются к волейболу. Все соревнования продолжались до позднего вечера. По итогам турнира все участники были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Оставайтесь с нами и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова